Что рекомендую я? То есть я рекомендую завести термос вот подобного вида всем своим пациентам. Ну не только своим, вообще всем людям рекомендую. Я сам этим пользуюсь, это привычку я привез из Китая. Вообще правило такое же. Каждые 30-40 минут 3-4 глоточка горячей воды. Вода не кипяток, то есть наша цель не обварить губы, а именно где-то 55-45 градусов, чтобы ты спокойно выпил. Если физиологически взять, в чем правило, в чем секрет этого действия? Организм горячую воду воспринимает как еду. И вот практически у, наверное, 95, если не больше процентов населения страны есть проблемы с желчным пузырем. Есть проблемы с печенью, особенный возраст за 40 лет, за 35 лет. Есть застойные процессы в желчном пузыре. Выражается, как это определяется, определить достаточно легко. Посмотрите на свои руки, вот эти места и вот эти. Если у вас есть коричневатые пятна такие, не круглые формы, они как нестандартные формы, такие именно светло-коричневые. Это не родинки. Это выступление желчного. Так выступает застойная желчь. Еще обратите на один момент такие маленькие кровавые пятнышки. То есть они имеют обычно круглую или овальную форму, обычно в диаметре 1-1,5 мм. У пожилых людей они бывают и до 4 мм достигают. Они часто располагаются вдоль позвоночника. Человек, соответственно, сам это не может увидеть. Но если у вас застойный процесс очень сильный, они выступают на плечах. Здесь можно увидеть на руках, на всех вот этих поверхностях. Если вы это увидели, у вас однозначно есть, можно даже не делать УЗИ. В брюшной полости у вас 100% есть дисфункция желчного и печени. На самом деле эти пятна на руках, на спине, вдоль позвоночника, на плечах очень много коричневатых вот этих пятен. Это не веснушки, это не родинки. Это ваша желчь, печень. Соответственно, как это устранять? Конечно, лучше принимать желчегонные препараты пожизненно. У многих людей, порядка 30% населения, есть искривление желчного пузыря, так называемая дискинезия желчная, что затрудняет желчь. Потом, например, жители сибирских и поволжских регионов кушают много рыбы, и, соответственно, часто есть паразиты, аписторхи, аписторхоз. То есть они тоже затрудняют выход желчи. Так чем помогает вода в итоге? Горячая вода. Функционал такой. Как только вода попадает вам в желудок, вам в рот, соответственно, идет, организм это воспринимает как еду. Во-первых, он смывает лишнюю кислоту. Дальше. Печень и желчные начинают понимать, что тоже поступила еда. Соответственно, открывается сфинктер оди, выходит желчь. Но так как пищи нет, то есть эта вода, она выходит, смывает частично желудочный сок, попадает в 12-перстную кишку, и, соответственно, там встречается с желчью, с желчного пузыря. Так как желчь ничем не нейтрализуется, ну, то есть нет пищи, и желчь как кислота идет уже живая, она идет по кишечнику и устраняет у вас, удаляет болезнетворные бактерии, яйца паразитов, самих паразитов и так далее. То есть такая хорошая стимуляция. Следующий момент, поджелудочная железа также воспринимает горячую воду как еду и начинает работать. Но так как нагрузки для нее нет, она работает в очень легком режиме, да, она начинает выделять ферменты для переваривания пищи. Но так как пищи самой по себе нет, то эти ферменты, они допереваривают ту пищу, которую вы съели перед этим. Правило следующее, еще раз повторяю, 30-40 минут, 3-4 глотка. Второе правило, захотел есть, выпил стакан горячей воды. Если через 20 минут вы хотите есть снова, вы выпиваете еще один стакан горячей воды. Если после второго стакана, через 20 минут вы хотите есть, значит вы на самом деле хотите есть. Только тогда вы начинаете есть. Этот простой способ быть здоровее, бесплатный способ, это бесплатный способ быть долгожителем, здоровым. Если Китай это применяет, и это национальная программа, к сожалению у нас этой программы национальной нет пока, ни в России, ни в странах СНГ бывшего, пожалуйста, пользуйтесь этим. Это очень помогает. Будьте здоровы!